Три главных совета будущему иммигранту. О как, будущему. Ну, это можно, знаете, по-разному формулировать, так если от балды схода. Ну, первое, надо быть открытым. То есть мы едем куда-то, и у нас в голове какие-то свои схемы есть, что вот я буду это делать, или я буду то делать, или мне пригодится вот тот диплом, или вот я знаю там французский язык, может быть, мне найти какую-то работу с французским языком. Будьте открыты. Тут в сотню раз больше разных возможностей, чем вы себе можете даже представить до того, как попали в страну. Поэтому не сужайте свой, так сказать, вот этот вот спектр, да, вещей, которые, так сказать, могут войти в вашу жизнь. Просто будьте открытыми. Второе, держитесь подальше от людей. Я уже даже не говорю там открытых идиотов, но держитесь подальше от людей негативных. Особенно, если вы видите людей, которые начнут говорить, что соотечественники, вот скажем, там все там русские, ну русскоязычные, все жулики, проходимцы, это которые в бизнесе, там еще что-то. Вот те, которые вам будут говорить, что мексиканцы это плохо, черные это плохо. Вот это вот. Держитесь подальше. Это грязь. Это грязь, это дрянь, это то, что вы должны были оставить дома, вот у себя в стране. А если вы сюда приехали, выкиньте это все как, это помойка настоящая. Не возвращайтесь в ту помойку, из которой у вас есть шанс уехать. Но если вы часть этой помойки, понимаете, то вы как бы органично туда вплететесь и будете там находиться. Так что это второе. Третье. Делайте все по максимуму. Все, что ты делаешь, это не только для эмиграции, но в целом делаешь что-то, делай по максимуму. Не старайся отделаться ни от чего. Делай по максимуму, потому что ты в этот момент формируешь себя. Отделаться от себя проще не бывает. Можно плюнуть на себя и все. И слить себя в сортир можно. Для этого ни ума, ни сил, ничего не надо. Делайте по максимуму. И вот собственно и все. Вот и все. Возвращаясь немножко к теме держаться подальше от негативных людей, тут есть некоторый аспект в этом во всем. Негативизм в частности проявляется в том, что люди смотрят на тех, кто более успешный. Ну, или скажем так, в их понимании более успешный. Обычно большая успешность связана с тем, что у человека больше денег просто. Вот они успешность понимают вот в узком таком ключе. Вот у него больше денег. У него дом большой, дорогой, в хорошем месте. У него машина там дорогая. У него дети ходят в частную школу, там учатся в дорогом частном университете. Вот у него бабло есть. То есть для них успешность лимитирована вот этим. Так вот, в частности, негативизм проявляется в том, что когда они смотрят на людей более успешных, или скажем так, сильно успешных с точки зрения, они никогда не пытаются понять, что делает их успешными. Они пытаются найти способ обгадить их и свести весь их успех к тому, что они плохие и нечестные люди. Они жулики, они проходимцы, у них ничего святого нет, они тут предали, там предали, тут продали, здесь подкупили, все на взятки и так далее. Вот эти люди, которые так рассуждают, это обреченные люди. Они обречены на проживание в дерьме. Собственно, они и так в нем живут, но они из него не выйдут никогда, пока вот эта часть не пройдет. Старайтесь видеть в людях, которые успешны, найти, почему он успешный, почему. Не позволяйте себе сваливаться в воровство. На воровстве нельзя быть успешным, на обмане нельзя быть успешным. Понимаете, вот я смотрю на этих убогих, которые говорят, вот там у него бизнес, он там лохов разводит. Нет столько лохов, нет столько лохов, чтобы строить на них бизнес. Вот новички приезжают, он на новичках, там что-то. На новичках ты можешь заработать себя на туберкулез, на лихорадку ты можешь заработать на новичках. Что ты можешь заработать на новичках? Разве на них можно хоть копейку заработать? Это просто безумные, негативные, абсолютно потерянные в жизни люди, очумевшие, обреченные. Это помойка. Вот от этой помойки держитесь дальше. Еще раз, мой совет. Мой совет. Я видел вот и этих, и тех, и других, и десятых, и двадцатых. Мы выросли все, и вы, и я, в очень, очень, в запредельно негативных обстоятельствах, где всей страной ненавидят тех, всей страной ненавидят этих. Эти, всей страной ненавидят Москву. Сейчас они всей страной ненавидят Украину. Сейчас они всей страной ненавидят, я не знаю, там, Америка. Они все время ненавидят. Внутри страны они ненавидят. Они ненавидят кавказцев, они ненавидят узкоглазых, они ненавидят мусульман, они ненавидят прибалтов, которые фашисты, они ненавидят немцев, которые фашисты, они ненавидят, там, я не знаю кого, геев, они все время всех ненавидят. Мы выросли в ненависти. Вы должны понять это, вы должны признать это, пока до вас это не дойдет, вы останетесь в этой ненависти. И я иногда удивляюсь, я смотрю, вот там, допустим, девочка какая-то, ну вот скажем, у меня была девочка-ангел из Новосибирска откуда-то, где-то там в рабочем районе жила. И я специально ее спросил, вот, то есть она когда ходила в институт, она пока от дома до института, от института до дома, там каждый день к ней кто-то приставал, мат-перемат со всех сторон и так далее. А девочка-ангел, то есть вот Дева Мария просто перед тобой. И я думаю, надо же, вот даже в таких обстоятельствах, которые, казалось бы, уже тебя должны опустить, как я не знаю что, и есть какие-то вот ангелы, какие-то святые совершенно люди живут, это тоже есть, это тоже все есть. Ну вы вот, ну может быть вы такой ангел, я не знаю, да, но я исхожу из того, что мы как все, вот, вот, как бы я. Я не ангел. Я тоже в этом во всем вырос, оно тоже на меня какой-то отпечаток наложило, понимаете, это, мы выросли в нетерпимости, мы выросли в каких-то экстремистских таких мерах, там, не нравится выселить, посадить, расстрелять, депортировать, понимаете, мы выросли в этом. Я вот прочитал тут недавно, потрясающе, вы помните, ну может быть помните, слышали, не слышали, была амнистия на нелегалов, когда исполнилось 200 лет со дня создания США, вот на 200-летие. И я, честно сказать, не помню, кто тогда был президентом, но вот, но вот президент Рейган, вот это почти вот в то самое время было, чуть позже, несколькими там годами позже. Президент Рейган, уж не меньше республиканец, чем нынешние, уж я вас уверяю. И тут недавно опрос был среди республиканцев, кто там у них самый популярный президент-республиканец. И там неожиданно, значит, как бы для многих там на второе место вышел Трамп, то есть он сильно популярный. А на первом все равно Рейган. И вот Рейган говорил дословно, он сказал, я не вижу проблем в амнистии для тех, кто живет в стране давно, кто вносит вклад в ее развитие там и так далее, даже если он пришел сюда нелегально. 30 лет назад это говорил президент Рейган, как бы звезда, суперзвезда там республиканизма, консерватизма и так далее. Понимаете? А вы почитайте, что у нас в комментариях пишут, вы почитайте, что русские, русскоязычные блогеры говорят. Я уже не говорю, вы поговорите с теми, кто здесь живет уже по 30 лет, вы с ними поговорите, вы плакать станете. Понимаете, вот как я, у меня внутри все лопается. Вот от этого всего. Мы выросли в этом, понимаете? Самые успешные, самые замечательные, самые задушевные, самые либеральные. Понимаете, либерализм сегодня это не когда ты всех любишь, это когда ты ненавидишь вот этих, а консерватизм когда ты ненавидишь вот тех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА